Здравствуйте, третиклассники! Сегодня я проведу у вас урок русского языка. Зовут меня Адилова Гульбаноги Лонголиевна. Урок русского языка. Лексическая тема – искусство. Жизнь – это искусство. Тема урока – части речи и их роль в предложении. Сегодня на уроке вы узнаете о грамматическом значении частей речи. Научитесь различать имена существительные, прилагательные, глаголы, предлоги и союзы, а также определять их роль в предложении. На уроке не зевай, сразу всё запоминай, чтоб минутка не пропала, мысли, чтоб точно в цель попала, чтобы в русском языке равных не было тебе. Вещи, люди и цветы, носороги и коты, джинсы, майки и штиблеты – называются предметы. Шубы, шапки и зонты, гвозди, гайки и винты, сёла, города, планеты – это тоже все предметы. Ах, какие все слова восхитительные! Называются они существительные! Существительная часть речи, которая обозначает предмет и отвечает на вопрос «кто? что?». Я – часть речи интересная, широко в мире известная, а пишу любой предмет – в этом равных со мной нет. Речь со мной выразительна и точна, и удивительна. Чтоб красиво говорить, мною нужно дорожить. Имя прилагательное – это часть речи, которая обозначает признак предмета и отвечает на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», «какие?». Любит действие глагол. Встал, умылся и пошёл. Что же делает предмет? Даст такой глагол ответ. Смотрит, думает, читает, любит, знает, сострадает. Состояние души ты в глаголы запиши. Глагол – это часть речи, которая обозначает действие предмета и отвечает на вопросы «что делает?», «что делала?», «что сделает?». Имена существительные бывают главными и второстепенными членами предложения. Имена прилагательные дополняют существительные, поэтому чаще всего прилагательные бывают второстепенными членами. В глаголах заключён основной смысл предложения, поэтому они являются главными членами предложения. Предлоги и союзы не являются членами предложения, они служат для связи слов в предложении. Не задать вопрос к предлогу, просто выйдет на подмогу, свяжет грамотно слова, служба в дружбу такова. Предлоги бывают такие В, К, НА, ЗА, ПО, ЧЕРЕЗ, НАД, ПОД, У. Служат связи слов союз, Нет прочнее этих уз, Перечислит, уточнит, Предложение скрипит, Союзы и А, НО. Ребята, открыли тетради, записали число. Страница 6 учебника, упражнение 6. Задание. Прочитай внимательно слова, какие из них заблудились. Распредели слова по группам и запиши. Дополни своими примерами. Второе упражнение на странице 8. Упражнение номер 9. Подпиши рисунки из первого ряда предложениями, состоящими только из главных членов. Рисунки из второго ряда подпиши предложениями, состоящими из главных и второстепенных членов. Например. Солнце светит. Что? Солнце. Солнце что делает? Светит. Папа читает свежую газету. Кто? Папа. Что делает? Читает. Читает что? Газету. Какую? Свежую. И домашнее задание, ребята, выучить правила на странице 6-7. Ребята, давайте подумаем и поможем нашему другу Незнайке. Незнайка выполнял задание учителя и сделал такую запись. Как вы думаете, справился ли с заданием Незнайка? Если нет, вы можете помочь ему. Ребята, сегодня мы с вами проходили тему части речи. Теперь вам такое задание. Ответьте на эти вопросы. Ребята, подведите итог нашего урока и постарайтесь закончить предложение. Ребята, сегодня вы все хорошо поработали на уроке. Молодцы! До свидания! До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok